здравствуйте мои замечательные зрители сейчас заканчиваю очень большое содержание и омега-3 очень полезно является антидепрессивными продуктами брокколи и красная рыба поэтому я сегодня готовлю пирог сытный с лососем и брокколи для его приготовления нам потребуется тесто 400 грамм вот у меня уже такое готовое тесто то есть рецепт и ссылка на видео как я готовила тесто будет сразу под этим видео здесь буквально 350 грамм дальше пол килограмма лосося сейчас я его главное очистить от костей брокколи 300 грамм 1 луковица и соль рыба очень это яркая по вкусу и никакие дополнительные специи не нужны также дополнительно мне потребуется для смазывания кусочек сливочного масла и одно яйцо если у вас рыба вообще вот этот рецепт хорош не только с красной рыбы с жирной красной рыбой но также подойдет это может быть зубатка минтай палтус горбуша то есть если у вас морская дикая рыба она достаточно суховат вам просто нужно будет добавить немного сливочного масла и так начинаем готовить чтобы рыбу почистить удалить вот эти все мелкие косточки и порезать я использую пакет потом просто сниму это все останется без запаха для брокколи брокколи нам нужно бланшировать поэтому я сейчас кипячу воду добавила туда соль и в кипящую подсоленую воду на три минуты отправлю отвариваться брокколи буквально на три минуты у меня рыба немного подмороженная потому что главное очень хорошо очистить от костей и вот такими кусочками режу ну вот я порезала почистила рыбу буквально вот такими кусочками и режу лук то ру лук режу очень мелко потому что он не обжаривается он просто смешивается с рыбы брокколи тоже надо будет порезать поэтому достаю остудить но вот так мелко я порезала лук и начинаю сейчас собирать пирог вот обмазываю маслом но и начинаю выкладывать еще вот вот это я часть оставляю на верх а это не чем не нужно поплотнее поэтому но я скалкой раскатываю скалкой чтобы дно было поплотнее пирог очень жирный будет еще вот дополнительно чтобы придать кислинку я в брокколи уже брокколи смешаю с ложкой сметаны то есть это очень на любителя поэтому я это не указываю в рецепте но если вам нравятся эксперименты и хотите что-то необычного то сметана как раз для этого подходит я не делаю это в пироге а в отдельной посуды я перетираю лук смешиваю лук рыбу соль просто вот так перемешиваю слегка раздавливая лук чтобы он отдал свой сок немного солю рыба сама по себе соленая реже брокколи и ставлю разогреваться духовку вверх-вниз до 200 градусов рыба вообще готовится это не мясо рыба готовится очень быстро и пирог мы будем отправлять в разогретую духовку распределяем и теперь отправляем брокколи брокколи нужно еще и присолить немного немного присоливаю и небольшая ложечка сметаны порционно она потом все равно все смешается будет очень сочная так делаю раскатываю вверх начинаем вот так соединять нижний слой с верхним слоем так дальше дальше мы обязательно накалываем пирог чтобы он не вздулся прямо вот так вилочкой накололи все и прекрасно и теперь взбиваю яйцо чтобы смазать наш вот такой пирожок все отправляю пирог на 20 минут вообще на посмотрите по своей духовке по готовности тесто должно хорошо пропечься как я уже сказала смотрите по своей духовке потому что вот у меня прошло 25 минут вот я был пирог он приготовился даю ему немного остыть и покажу в разрезе так ну вот пирог остыл вынимаю вот так он выглядит вот такой зарумяненный остывший так теперь я его разрежу хочу показать какой он в разрезе потому что очень приятно он пахнет и конечно когда вот выходные квартира дом наполняется свежей выпечкой так уютно такой уют сразу так подаем с чаем с кофе вот так выглядит наш пирог в разрезе подписывайтесь на мой канал всем приятного аппетита до новых встреч пока 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 пока